Встали на полосу, взяли биту, приняли правильное положение и бросок. Цель игры – выбить деревянные фигуры или, другими словами, городки. Так и называется русская народная игра. Фестиваль городушного спорта среди дешкалят прошел в Кубинке. Мы считаем, что это возрождение народных традиций, это приобщение детей к русской народной культуре. А наш детский сад непосредственно занимается именно этим направлением. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста. Детям нравятся городки по многим причинам. Это активная и увлекательная игра, уверяют они. Мне нравится то, что фигуры красивые. Можно их сбивать, и они красиво разлетаются. Она подвижная игра. Это нужно и полезно для развития детей, убежденных воспитателей. Поэтому каждый год они с детьми долго и упорно готовятся к ежегодному фестивалю городков. Физическое развитие – это не только развитие тела. Это развитие и духа, и ума, и сознания. И, конечно, вот этот игровой вид, который позволяет это делать, очень важен для детей. На протяжении столетий городушный спорт не теряет своей ценности и актуальности. Что говорит о его жизнеспособности, о его интересе, интересных правилах, интересных формата проведения. И это та двигательная активность, которая может позволить себе дети с раннего возраста. По словам Марии Скобиной, приучать детей к физической культуре нужно с раннего возраста. Городки – это тот спорт, который с этой задачей прекрасно справляется. Дети не только развивают дух и спортивные навыки, но и учатся играть в команде.